Здравствуйте, товарищи! Здесь собрались те, кто изучает три источника и три составных части марксизма. Среди этих источников, можно сказать, фундаментальным является труд Карла Маркса «Капитал», про который Ленин говорил, что нельзя вполне понять капитала Маркса, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Маркс не говорил, что нельзя понять капитала Маркса. Ленин такое не говорил. Он говорил, что нельзя вполне понять. Мы должны это различать. То есть, в другом месте Ленин говорит, что это настольная книга каждого сознательного рабочего. Поэтому вовсе не надо предъявлять требования изучать новую логику для того, чтобы читать капитал. Но когда человек что-нибудь прочитал, он хочет, если хорошая эта книга, глубокая книга, если хочет он ее вполне понять, значит, он должен выполнить и другое условие. То есть, он должен познакомиться и тоже попытаться понять, другую великую книгу. И тогда он сразу будет углубляться в две книги. И в науку логики, и в капитал Маркса. Потому что сам капитал так устроен, что вот первый том капитала — это бытие капитала. То есть, капитал производственный, где, собственно, раскрывается тайна капиталистического производства. Том второй — это уже обращение капитала. Когда это самая прибавочная стоимость, она не одна, она вместе с той стоимостью, которая не является прибавочным, начинает фигурировать в обращении в торговой сети. А там есть тоже еще дополнительные затраты. Там есть даже производительный труд, у грузчиков, например, у транспортных рабочих. Потому что те рабочие, которые переводят материальные блага, а, как известно, товар — это что? Это, прежде всего, полезная вещь. Поэтому перемещение вещей — это тоже производительный труд или труд, который производит материальные блага. И, наконец, третий том капитала — это процесс капиталистического производства, взятый в целом. Кто еще не прочитал третий том капитала, пусть не расстраивается, потому что Маркс сумел во время своей жизни окончательно отредактировать и издать только первый том. А рухопись второго тома капитала, которая была готова у Маркса. Ну, готова как? Как законченное произведение. Но ее надо еще было подготовить к печати. А эта работа очень большая. Ее проделал Энгельс. И в отношении третьего тома тоже проделал Энгельс. И вот в итоге перед нами имеется возможность, или для нас открылась возможность изучить все три тома капитала. И можно смотреть на капиталы как на иллюстрацию применения наук и логики. Потому что Маркс говорил очень просто. Мое отношение к Гегелю определяется тем, что он мой учитель. Вот и все. Есть учитель у Маркса, Гегель. Ну, учитель разный бывает. Не во всем же согласается с учителями. Правда? Вот он с трактовкой идеалистической, идеалистикой не согласился. А вот то, что является самым главным — движение понятий в новой логике. Отражение в движении понятий того действительного движения, которое есть во всех, можно сказать, природных, общественных и мыслительных процессах. Это очень важно. Ну вот, поскольку там такой, можно сказать, напутствие Ленин дал, меня, например, очень удивляет, что есть такие люди, которые... И регулярно мне тут приходят такие письма по электронной почте. А вот такая работа, которая объясняет, что написано в науке-логике Гегеля. Ну, наверное, в науке-логике Гегеля, что написано, надо читать в науке-логике Гегеля. А если кто-то хочет что-то предварительное почитать, ну, неужели кто-то есть из вот тех философов, которые берут, хватают книжки наши товарищи, ну, кто-то есть, который может сравниться по пониманию идеалектики с Ленином? Есть такие люди? Нет, берут не Ленина, не философские тетради, а берут... А берут чертят какие-то книги, которые написаны для того, чтобы получить деньги. На чем основывающиеся? На интересе, который имеется к науке-логике Гегеля. Давайте напишем, что эта книга кратко и быстро объясняет, что там написано. И в итоге люди платят деньги, а до диалектики так и не доходят. Ну, если платят, так и хорошо. А Гегель бесплатно? Да. Гегель бесплатно. Для тех, кто успешно сдаст за счет за первый семестр на уголовике, бесплатно. Так что, это так и есть. Так что, это не шутка то, что вы говорите. Там только технические вопросы. Кто-то должен помочь и привезти сюда и так далее. Так что, проблем не будет. Так. Ну, а поскольку наука логики требует, чтобы ее изучали, как подходить к изучению большого, серьезного труда. Надо сначала его обозреть в целом. А в целом науку-логики имеют три книги. А эти три книги укладываются в сколько томов? Два. Первый том учения о бытии. Это понятно. Так, есть бытие, а есть его отражение в сознании. Поэтому не случайно Ленин и говорит, что это вот такое геористическое произведение начинается с бытия и звучит это вполне материалистически, что его можно истолковывать материалистически. Я стараюсь считать его материалистически. Поэтому никаких проблем с материалистическим истолкованием Гегеля тут не может быть. А что касается высказываний про Бога, я думаю, у нас многие говорят, когда у них получается написать зачет слов, слава Богу, написала-то слово Мордовину. Вот. Так что вот. То ли Мордовину слава, то ли Мордовину славу не дают, а Богу дают. Вот. Так что не будем, так сказать, поэтому притираться к отдельным словам, высказываниям. Язык сохраняет историю, в том числе и развитие человечества. Значит, из этих трех книг, эти три книги тоже можно очень легко их движение понять, потому что есть, можно сказать, раз изучается бытие, сначала изучается бытие непосредственно, эта книга так и называется, бытие, потом происходит углубление в это бытие, сущность этого бытия, так, а потом это получается отрицание непосредственного бытия, правильно? То есть, не просто смотрим на вас, вот я на вас смотрю, вот я на вас смотрю, смотрю, а меня интересует, а какая у вас душа? То есть, меня не устраивает вот ваш внешний облик, меня интересует, какая душа. Это же правильно, это интересно же. Ну, хорошо, если я узнал, что у него хорошая, добрая душа, так она как-то выражается, проявляется она вовне. То есть, надо еще раз отрицать. Второе отрицание – это отрицание сущности и в результате отрицания сущности, что вы получаете? Возвращение к бытию. Поэтому учение о понятии – это возвращение к бытию, как отрицание отрицания. А если вы возьмете развитие общества, чтобы тоже у нас вот такие крупные события, крупные движения исторические укладывались легко в голове, всего надо и тоже знать и уметь считать до трех. Вот с чего начинается человечество общества. С какого общества? С коммунистического, да? Вот при коммунизме правопытно-общинном человечество прожило 90 тысяч лет, больше всего. Потом произошло отрицание. И без этого отрицания переход к эксплуататорскому обществу, ну, прежде всего, рабовладельческому. Без этого отрицания не пошло бы развития наук, искусств, потому что невозможно было одновременно заниматься добыванием пищи и вот такими вещами, которые требуют полного погружения и изучения в духовной сфере того, что необходимо, в том числе и для физического труда, и для его прогресса. Произошло отрицание, поэтому появляется большая эксплуататорская формация, состоящая из трех, опять же, рабовладение, феодализм, капитализм. Так? То есть, это отрицание коммунизма. Не коммунистическая формация, так ее можно сказать, обычно так не говорят, начинают дробить, и тогда уже получается столько вот. Ну, я бы мог сказать так, что вот тут люди молодые, они много могут запомнить, я так много не могу. Я вот три, если запомню, так что, вот здесь три формации. Первобытный коммунизм, отрицание коммунизма, частно-собственническая формация и отрицание, отрицание. И поэтому, когда спрашивают потом вас, а после коммунизма что будет? Уже после, так что после? Это же уже второе отрицание. Раз это второе отрицание, это возвращение коммунизма после его отрицания. Поэтому уже больше отрицания его не получается. То есть, дальше просто идет бесконечная борьба, состоящая в чем? В уничтожении частной собственности. Бесконечно будет. А? Бесконечно будет. Конечно, если вы не будете бороться против частной собственности, она снова появится. А вы что, сейчас не заметили, что произошло в СССР? Вот так, товарищи, они изучали, что значит общественная собственность. Ну, у Маркса с Энгельсом написано, я думаю, все слышали это, что все наше учение, говорит Маркс Энгельс, может быть, выражено одной фразой. Ну, одну фразу заучили и, пожалуйста, приходите за дипломом вот, Кулер Александрович. Уничтожение частной собственности. Я чувствую, что вы еще не заучили, поэтому вам еще рано приходить. А как уничтожение частной собственности? Что, крушить? Так это не будет уничтожение частной собственности. Если вы разрушите завод, сломаете средства производства, это будет уничтожение частной собственности? Нет. А что такое уничтожение частной собственности? Это обобщисление. Позитивное уничтожение частной собственности состоит в том, чтобы подчинять производство общественным интересам. И это нужно делать всегда. Это общественное производство. Оно подчиняется общественным интересам и все время тем самым отрицается частная собственность. Можете сказать, что вот этот коммунизм, он состоит в уничтожении частной собственности. Всегда. И наоборот. Такой глупости, о которой говорил Хрущев, что социализм построен полностью окончательно, а социализм – это же коммунизм в первой фазе. Что значит окончательно? Если вы вообще забудете все то духовное, что связано с социализмом, цели другие поставите или забудете, какие у него цели, не будете обеспечивать подчинение производству общественным интересам, не будет просто хуже, а вы просто вернетесь в предыдущую общественно-экономическую формацию. Такого не бывает. Даже если вы берете неудобные, неподходящие слова вроде строительства, коммунизма, строительства, социализма. Вот дом построили. А что думаете, если в нем тепло не обеспечивать и за ним не следить, он разрушится через некоторое время. Правильно? И будут развалины. Римские развалины, греческие развалины. У нас таких развалин сейчас пойдешь по городу. Одни дома разваливаются. Несмотря на то, что они разваливаются, можно было бы или снести, или починить. Начинают строить другие. Еще сейчас новая созидательная деятельность. Поскольку очень много этих домов разваливается, то поскольку у нас есть теперь бомжи без определенного места жительства, это результат свободы, который дал капитализм. Хочешь и иметь собственность, на жилье хочешь – не имей. Вот. И они туда забираются и пытаются там устроить себе жилье. Поэтому закладывают кирпичом. Вот, например, на 2-м Муринском проспекте, в доме, где раньше был пункт милиции, там рядом с Институтским проспектом в 5 этажей все окна заложены кирпичом, чтобы туда не залезли бомжи и не попытались выжить в этом самом свободном обществе. Вы попробуйте выжить без того, чтобы залезать в какие-нибудь дома. Вы люди свободные. И вот эта триада гегелевская снова. Вот всего три. Три в стадии развития человечества. И поэтому спрашивают, а что будет после коммунизма? Ну, просто глупо. После коммунизма будет еще более развитый коммунизм. Развитие коммунизма – это бесконечный процесс. Ну, тот, кто изучал бесконечное в науке и логике Гегель в первом томе, наверное, он может сказать, что такое бесконечное. Мы для контроля можем и сейчас этот эксперимент провести. Кто может сказать, что такое бесконечное? Прошу сказать. – Рефлексия. – А? – Отражение. – Что? – Отражение. Ну, рефлексия. Так, больше не спрашиваю. Сам скажу. В Гегеле есть. Мы об этом будем говорить сегодня. Дойдем, и я об этом скажу. Так. Ну, а поскольку все это, то, что я говорю, оно не заменяет изучение науки и логики Гегеля. То есть, как вы считаете, это вот изучение науки и логики – это самостоятельная задача или это кто-то должен рассказывать, объяснять вам? Или те, которые… Вот те, кто объясняют, то есть, вот преподаватели, я в том числе, это я кто? Я здесь выступаю в виде главного или в виде костыля? Пусть это не очень красиво, но я думаю, в виде костыля. Главный – это тот, кто изучает сам, правильно? Вот вы изучаете науки и логики? Ну, изучайте. Если у вас есть вопросы, я готов вам помочь. Я вот сейчас лекцию эту построил так, чтобы вам помочь. Ну, и я-то вместо вас не буду ее изучать. Я ее не вместо изучаю. Я изучаю так же, как и вы. Ну, я раньше начал, так сказать, поэтому у меня есть некоторые временные преимущества, но у вас есть другое преимущество передо мной. Так что изучайте. Поэтому изучение науки и логики – самостоятельная задача. И задача, как выяснилось из всей нашей истории, из истории России и Советского Союза, что без решения этой задачи невозможно обеспечить ни диктатуру пролетариата, ни нормальное развитие социализма и коммунизма. Что это выродится, все это в отрицании. Ну, как-то товарищи хотели обойтись. Мало того, что они попытались обойтись без диалектики. Хотя в 1946 году было принято постановление ЦК ВКПБ о создании Академии общественных наук и высших партийных школ. И в этом постановлении не оказалось, там был диамат, исторический материализм, но в нем не оказалось в этом постановлении научного социализма. Ну, хорошо, научного социализма не оказалось. Вот мы его вернули в программу Красного Университета. А науку логики тоже не изучали. Кого вы знаете из деятелей после Ленина, кто изучал науку логики? Назовите, пожалуйста. Ну, это же как бы наука для руководителя, а? Сталин, наверное. Наверное? Ну, найдете какие-нибудь следы этого изучения, скажите? То есть, то, что Маркс изучал, Сталин изучал Маркса, Энгельса, Ленина, да, они много об этом писали. На этом основании можно что-то написать, но непосредственно, скажем, я не встречал ссылки ни на какое произведение Гегеля у Сталина. Ну, и что, один человек, что ли, что Сталин линоват, что он плохо изучил или не изучил? А мы молодцы. Ну, вот, так что вот, товарищи, должны чувствовать свою ответственность на вас. Вся надежда теперь в развитии России и человечества вообще. Я думаю, вы осознаете, что больше, чем в России и больше, чем у нас, никто науку логики не изучает. Осознаете? Вот это мы находимся в самом центре, эпицентре этого дела. И вот для того, чтобы эту задачу еще раз упростить, а я вот вижу смысл этой лекции в том, чтобы облегчить вам собственное изучение. Обращаю ваше внимание, что сама наука логики тоже очень проста. Вот есть Бытие, первая книга. Бытие в своем развитии себя, я имею в виду в развитии категории, которая составляет Бытие. А там как построена наука логика? Не так, что вот, а теперь мы перейдем. Нет, не мы перейдем, а речь идет о том, что одна категория переходит в другую категорию, эта переходит в следующую категорию. Идет развитие категории и, наконец, Бытие снимает себя. Категория снятия – важнейшая категория философии. И диалектики в первую очередь. Кто скажет, что такое снятие? Отрицание. Да, а если одно слово? Отрицание. Чего? Одно слово-то назовите. Ну хорошо, человек с сумкой. Одно слово, я думаю, не сумка же, а человек, скажете. Но если отрицание… Вот Ощелленев сказал. Отрицание. А насчет того, что оно с удержанием, никаких других отрицаний нету в жизни. Нету в жизни. Чтобы вас оттолкнуть, я должен к вам присоединиться. Правильно? Чтобы что-то отрицать, надо вступить в нем в единство. И поэтому всегда то, что отрицает, включает в себя в той или иной мере то, что отрицается. Поэтому единственное отрицание, которое принимается за научное в диалектике – это отрицание с удержанием того, что отрицается. Вот коммунизм отрицает капитализм. А что, все, что было написано при капитализме, выбрасывает, что ли? Все эти теоремы математические, физические достижения, выбрасывает там, так сказать, живопись, культуру. Да, банки останутся. Да? Не выбрасывает. Так. Банки еще останутся. Да. Ну, банки стеклянные останутся вечно. Ничего с ними не будет. Банки останутся. Поэтому и советуют хранить банки в банках трехлитровых своей ассигнации. Потому что в случае наводнения, которое бывает в Ленинграде, ничего не будет с важными деньгами. Ну, а мелкие деньги в бутылках от шампанского. Потому что в обычной бутылке не проходят. А туда проходят эти монеты. Так что эта проблема не такая страшная. Что мы, получается, имеем? Что есть категория отрицания. Отрицание – это с удержанием. Так вот, отрицание – сущность. Отрицание бытия есть сущность. А что значит отрицание бытия? Это углубление в это самое бытие. Не отбрасывание его. Не то, что вы пошли, бросили это бытие, и пошли что-то другое изучать. Все, я изучил бытие. Пойду изучать сущность. Нет. Да, сущность такая вот тоненькая-тоненькая книжка. Я как-то в свое время был в больнице, военно-медицинской академии. И там две недели находился на лечении. И с собой взял учение о сущности. И вот я все читаю и читаю. А все, кто были в палате, что вы так читаете такую тонкую книгу, столько читаете, столько времени. Я говорю, да мне хватит эту книгу тут читать и еще хватит, если я еще тут залежусь. Вот. Но я вышел и еще книгу не дочитал. Тонкая книга. А в чем? Потому что там что-то такое. Отрицание бытия. Ну, бытие, так сказать, все проглотят более-менее. Здесь присутствующее. А отрицание бытия, привыкнуть к тому, что есть отрицание бытия, не так просто. Там категории нам непривычные. Потому что это уже вот тот уровень науки философской, которым основная масса философов, подавляющее большинство, не владела. Не владела. Вот у нас один как-то на нашем философском факультете. Нужно было рассматривать докторскую диссертацию по философии товарища Протопопова. Очень хорошая диссертация. Отрицание науки логики Гегеля. Начали искать. А кто будет оппонентом официальным? Ну, кого нашли? Искали, искали. Одного нашли на факультете. Ну, а еще нашли Попова и Казенова. А все. А Казенов уже не с нашего факультета. Ну, раньше он был на факультете. Вот и все. То есть, это трудно сыскать людей, которые в этом разбираются. Так. Ну, вот в сущность вы углубились и что, и утонули в этой сущности? Или вы собираетесь в сущности разобраться от того, что есть бытия? И как-то пойти дальше? Вот когда вы погрузитесь, в эту сущность, то вы найдете восстановленное через сущность бытие. Как называется восстановленное через сущность бытие? Мой вопрос обращен к тем, кто, несмотря на то, что у нас в занятиях, так сказать, не обозначено, что вы должны на это отвечать. Но никто, с другой стороны, и не запрещает науки логики уже давно прочитать. Правильно? Вам кто-нибудь запрещает читать науки логики? У нас свобода. Хочешь – читай. Не хочешь – тоже – читай. Не хочешь – читай, потому что вы уже в красном университете. А если бы вы не были в красном университете, у вас была бы абсолютная свобода. Хочешь – читай, хочешь – не читай. А сейчас уже все чувствует себя скованно, виновата, если вы чего-то не понимаете. Но в этом отрицании есть что-то положительное. Правда? То есть, это побуждает к тому, чтобы двигаться в нужном направлении. Итак, так что такое восстановленное через сущность бытия? Понятия. Да, понятия, да. Понятия восстановлены через сущность бытия. И мы переходим с первого понятия. Вот уже и три сферы мы с вами знаем. Уже знаем. Вот еще у нас… Вон, лекция и половина не прошла. Уже знаем и кое-что и про бытие, и про сущность, и про понятие. Ну, это освобождает меня от того, чтобы дальше рассматривать сущность и понятие. Поскольку лекция сегодняшняя посвящена бытию. С чего будем начинать? С простого или сложного? Как изучать, когда что-то собираетесь. Даже если вы захотели изучать сложное, оно для вас сложное вначале? Нет, оно для вас простое. Какое оно для вас сложное? Вы смотрите, почему говорят, как баран на ворота смотрит человек. Почему? Потому что ничего это не знает. И дело не в том, что он баран, а просто как баран смотрит на новые ворота. Что-то новое. И все. А что новое? Есть и все. И надо фиксировать это движение мысли. Вот если я с чего-то начинаю, то оно есть. А раз я начинаю, то что я могу сказать вначале про то, что оно есть. Ничего. Как это ничего? Это нехорошо сказали сейчас, просто возмутительно. Ну так это же, а что? Обязательно только то, что обязательно с какой-то вот ужимкой, что как будто это что-то постыдное. Вот спросите меня, что можно сказать о том, что я начинаю изучать. Спросите, спросите. Что можно сказать об этом? О нем можно сказать, что оно есть. Ну солидно же. Да. А вы как себя ведете? Не солидно так. Я уже больше вообще могу ничего не говорить, изображать из себя философа. А вы еще пока не научились изображать. Ну, нам же нужно так же. Мы же с уважением должны, чтобы к нам относились. А то вот я спрашиваю. Не знаю. Ну, как так можно-то? Вы же серьезные эти ответы. Ну, если мы что-то не знаем более, а кое-что-то мы знаем. Ну, что такое чистое бытие, это вы знаете? Да. Что это такое? Пустое, чистое бытие – это то, с чего стоит начинать науку. Есть. Нет. Ну, как-то вот. Что это вы… То, с чего… Еще… Представьте, что вы наговорили. Это ужас. У меня голова заболела. Представьте, это то, с чего надо. Кому-то надо. Как фамилии этих надо. Начинать. Что-то начинать. Науку. Надо знать, что такое наука. А вы уверены, что вы скажете, что такое наука? Наука – это что? Не скажу. А что тогда вы употребляете? Я бы, как человек опытный, я бы никогда не употреблял такие понятия, которым кто-нибудь вроде меня начинает прицепляться потом, и тогда попадаешь в эту ловушку. Зачем вы это употребляете? Еще раз. Скажите, что такое чистое бытие? То, что есть. Ну, и все. Ну, так, как подразумевается. И отстаньте от меня. И все. Чего? Есть и все. Все. Или, как говорит Гегель, без всякой дальнейшей определенности. Специально вот он это говорит. Там написано. Бытие без всякой дальнейшей определенности. Ничего больше не надо. Когда вот ничего больше вы не рассматриваете, а только вот, первое, есть и все. Вам надо это зафиксировать. Или есть. Это существенно. Вы есть, или у вас нет? Существенно. Работа есть или у вас ее нет? Существенно? Да. Так? Да. Дети есть или детей нет? Существенно? И так далее. Родители еще есть или они уже умерли? Существенно? Существенно. Поэтому не будем недооценивать. Ну, подумаешь, чистое бытие. Чистое бытие – это очень важная категория. Деньги есть? Это даже бандиты спрашивают. Они изучили первую категорию. И сразу и спрашивают. Их не интересует там. Сначала спрашивают, а сколько – это уже другой вопрос. Они там, если у вас мало денег, даже может не взять. Столько вы начнете выворачивать карман, доставать мелочи, они отвернутся, их плюнут и уйдут. Зачем? Поэтому сейчас жить беднякам хорошо. Никто на них не нападает, не стреляет так из базу. Не убивает. Кого убивает? То одного миллиардера убьют, то другого убьют, то третий убьют. Один поехал на Украину, там грохнули его. Тенег потому, что у него много. Причем, деньги не его. Поэтому как бы считать, что это какое-то большое преступление тоже нельзя. Один преступник убил другого преступника. Только один отнимает деньги, а другой убивает тех, у кого есть деньги. И забирает эти деньги. Если бы он дальше раздавал, то он был бы какой-нибудь Робин Гуд. Но он не раздается. Он начинает рассовывать по карману. Тогда и находятся те, которые... То есть, он кладет в банк эти деньги, а банк арестовывает, потому что неизвестно их происхождение. И все. И тот остался ни с чем. А банк ничем не рискует. Вот вам и чистое бытие. Так что вот чистое бытие-бытие без всякой дальнейшей определенности. А теперь что нужно сделать? А вот теперь самое важное, что характеризует именно диалектику. Мы теперь не должны говорить так, что... А теперь перейдем к следующей категории. Вот если я так скажу, это уже не диалектика. Все, я сошел с дороги диалектики, и ничего общего с диалектикой это не имеет. А вот теперь надо сделать другое. Надо рассмотреть умственным взором чистое бытие и сказать, во что эта категория, где? Переходит. Где? В сознании. Она в сознание переходит только тогда, когда она в жизни переходит. Почему? Да потому что наше сознание отражает действительность. Отражает. Поэтому, если она в сознание переходит, так просто не переходит. Начинаем рассматривать чистое бытие. Так? Чистое бытие. И обнаруживаем, что в нем нечего созерцать, нечего изучать, нечего наблюдать, в нем ничего не содержится, что это то же самое, что ничто. Это что значит? Что в нашей голове сейчас и сразу чистое бытие перешло в чистое ничто. Оно перешло не потому, что мы искали, мы переходим, а потому что если вы собираетесь это обдумывать, то в ходе обдумывания вы придете к мысли о ничто. Правильно? И мысль о чистом бытии переходит в мысль о чистом ничто. Вот уже получается первый переход. А теперь, значит, жизнь стала веселее. Есть ничто. Есть оно, да? Вот оно перед нами. Мы же перешли уже к ничто. Что вы можете сказать про ничто? Оно есть. Вот видите, товарищ, как бодро отвечает. Оно есть. Вывод какой? Значит, это бытие. Это только потому, что вы так сказали или по какой причине? Ну, раз оно есть, значит, оно только переходит? А я думаю, что оно уже перешло. А чего вы как-то так? Уже перешло, а вы еще только рассказываете, что переходит. Обманывайте вы нас. Ну, народ-то тут опытный. И так, всех ты не обманешь. Может, одного другого обмануть, но всех-то. Переходите, перешло уже. И что мы имеем в результате двух ходов мысли? Что чистое вытие, которое является началом. Кстати, что такое начало? Мы уже куда-то от него ушли. Пора уже вспомнить. Что такое начало? Неразвитый финал. Что неразвитый? Неразвитый результат. А? Неразвитый результат. Да. А результат что такое? Развитое начало. Развернутое начало. Хорошо. Ну, вот мы имеем сейчас бытие. Чего? Бытие – ничто. То есть, ничто перешло? Бытие. Какое? А чистое? Да. Ну, какой же чистое. Ну, если вот я, так сказать, рубашку вот сниму, хотя, в общем-то, больше чем на лекцию не пришел, все равно как-то за чистое уже и считать нельзя. Ну, и как-то не считается уже. А то уже все. Это уже отрицание. Пока она лежит, она чистая. На делу уже нечистая. Какое же оно чистое? Это вот первое было чистое бытие. А это что? Наличное бытие. Ну, вы даете. Мы даже знать не знаем таких категорий. Это вы такая умная, а мы быстро не можем. У вас прямо мысль летит просто со страшной скоростью. Просто бытие. Вы отличаете чистое бытие и бытие? Да. Ну, какое же это чистое, если уже оно переходило в ничто? Чистое бытие переходило в ничто, а ничто перешло в бытие – это уже результат двух ходов мысли. Какое же оно чистое? За ним целый шлейф преступлений, можно сказать, или действий, деяний, так скажем, достижений. Если это созидательное что-то, то достижение. Правильно? Значит, это бытие. Давайте снова его рассмотрим. А это бытие – это что про него можно сказать? Чего? Что бытие есть и ничего будет. Да ладно. Это означает, что вы не осознали ту дорогу, которой вы шли. Да зачем шли? Зачем шли? Вы думаете о том, о чем вы думали? Чистое… Вы же доказали, мы с вами доказали. Я на вас смотрел и прямо видел, что вы одобряете, что чистое бытие перешло в чистое ничто. Ну, так раз уже… То есть, то, что бытие даже с чистое переходит в ничто, а уже это-то бытие, которое есть, тоже переходит в ничто. Все уже. Все. Такого не будет больше бытия, которое просто вот одно. Все. Это бытие, переходящее в ничто. А ничто какое теперь у нас? Переходящее в бытие. Только есть. Значит, есть два. Есть бытие, переходящее в ничто, а есть ничто, переходящее в бытие. И что из этого? Какой вывод-то? Какой вывод мы сделаем? Нам тяжело же теперь как-то в этих условиях. Было так все хорошо, было бытие чистое. Оно перешло в ничто. А теперь бытие переходит в ничто, ничто и в бытие, а мы должны что-то решать. Что это такое? Два момента. Что? Два момента. Не бывает момента неизвестно чего. Это у вас телега впереди лошади побежала. Становление. Вот. Нет. Сначала надо назвать, что получилось. Единство. Что-что? Единство в бытие и ничто. Ну, это хорошо. Это правильно. Вот Гегель бы сказал, это правильно, но не истинно. Почему? Ну, потому что единство, вот единство. У нас вот у всех трогательное единство. Видите, вот все, кто сидит за столом, за одним и тем же столом. У нас единство. А вот там два товарища. И вот еще тут есть товарищи. Я их тоже могу приобщить к единству, только если скажу, что мы все в одной комнате. Мы с товарищем по комнате. Тоже единство. Слово единство такое пустое. Много тут из этого не выколупишь. А всю красоту, которая там есть, вы ее пропустили. Самую красоту, ради чего изучать надо. Причем, эта красота, она распространяется на все дальнейшие категории и на все изучение науки и логики. Значит, нет бытия, пишет Гегель, нет ничто, а есть лишь движение и исчезновение одного в другом. Бытия в ничто, а ничто в бытии. Значит, красиво или нет? Красиво. А чего вам красиво не нравится? Чего вы не берете? Бесплатно отдают, бесплатно. И вы не берете. Какое-то единство. Ну, что и трогательное единство, а вот всех сидящих. Ну, и что? А тут бытие переходит ничто, а ничто переходит бытие. Представьте, какая тут идет борьба. Хотите потом борьбу классов, так изображайте. Хотите борьбу противоположностей. А как вы потом будете понимать противоречия? Да это все будущее. А вот здесь закладывается в начале. В начале, все в начале закладывается. Кстати, вопрос. Вот поскольку в развитии мы понимаем, как движение низшего к высшему, простого к сложному, как вот движение идет к сложному? Вот развитие ребенка в утробе матери совершается как движение от части к целому или от целого к целому? Ну, я понимаю, мужики задумались, а женщины тоже задумались? От целого к целому. От целого к целому. А что такое? Ну, как-то вы так скромны. Ну, если хорошие, вы что-то говорите. От целого к целому. Зародыш, он целый же. Целые. А не так, что есть сначала нога, потом появится голова, потом печенка, потом серденка, и потом начинает там, вдруг появится еще спинной хребет. От целого к целому идет развитие. И вообще развитие движения, развитие, я забегаю далеко-далеко вперед. Развитие, это движение от чего? Вот если вы развиваетесь, это от чего к чему движение? Про Солнце. Ну, это правильно. Но это вот это движение от вас ко мне, от вас к Иванову или от вас к себе. Вы к себе будете двигаться? Да, к себе. Ну, так от себя к себе. Да. Так это важно же сказать, что развить это движение от себя к себе, причем как от менее сложного к более сложного. Может, совсем насчет простого-то не надо рассказывать, что вы такая уж простая. Да? Уже это под чистое бытие-то вот никак не подведешь. Так что, по крайней мере, от менее сложного к всего более сложного. Правда? Вот это движение. От низшего к высшему, простого к сложному. Вы же развиваетесь с низшего к высшему. Это я не говорю от самого низкого, а от низшего к высшему. Низшее только по отношению к высшему и низшим и является. А так оно не низшее. А так она вершина ваше развитие. Если будете все время оставаться на этой вершине, значит, с развития. Так? Да. Ну, вот. Так что, вот эту красоту не надо вот истреблять в самом начале. Красота состоит в том, что вот после того, как мы выяснили, что бытие, чистое бытие переходит в чистое ничто, а чистое ничто переходит уже в бытие, а бытие уже мы выяснили, что оно переходит в ничто. Уже слово чистое здесь не получится. То, что же друг другу переходит. Тогда мы перед нашими глазами движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. Это первая истинная категория диалектики. Истинная. Первая. И первая диалектическая категория. Движение, исчезновение бытия в ничто. И она к чему применима, эта категория? К чему? Ко всему. Да ко всему. Всеобщая категория. Всего надо рассматривать так. Все и всех. Это применимо там, скажем, вот к аппаратуре, которая есть. Она же, эта аппаратура, она стареет же. Стареет. Так что переход в ничто есть. И потом она в то же время и есть. А есть переход в ничто в бытие. Какие-то погрешности, которые бывают, они самовосстанавливаются. И так делают технику, чтобы они… Ну вот скажем, когда вы перезагружаете компьютер, там начинается чистка перьев в этом компьютере. Как птицы чистят перья, так компьютер начинает чистить все свои программы, пока он все не рассчитывает. И он чихал до этого, а сейчас уже не чихает. Опять можно с ним работать. То есть это вот, скажем, если бы на этом мы с вами изучение диалектики закончили, то если бы вас спросили, вы изучали диалектику? Что надо сказать? Да. Не, ну как говорите, как-то вот. Как вы себя не уважаете? Спросите меня. Вот я изучал диалектику? Вы изучали диалектику? Да. Ну, вы все сегодня же изучили переход… Как называется эта категория, о которой я говорю? Как надо сначала показать, что за категория, а потом назвать? Вот сначала человек рождается, потом его называют. Или наоборот. Но иногда сейчас уже знают, какой будет пол, иногда уже и назовут. Сначала назовут, потом рождается. Но все равно все-таки человек… Но государство стоит твердо, что пока человек не родился, не регистрируем гражданина. То есть государство, оно диалектически правильно поступает. Сначала вот пусть родится, пусть еще перерутся там муж с женой и с родителями, как называть, в честь обязательно кого, как будто он вот обязательно в честь кого-то. Сам он не человек. Может, он будет более великий, чем все его родственники. А чего его в честь там называть? Вот Владимира Ленина в честь кого? Они говорят, не в честь никого. Сколько у них? Пятеро было в семье или четверо? Ну, не меньше четырех. Сейчас почему у Ленина редко рождается? Потому что два человека в семье, один… Ну, это пробные дети, скажу. Ну, раньше четыре, пять… Ну, раньше у крестьян там… У них труд тяжелый, у них тринадцать человек. Десять, тринадцать. Нормально было. И все друг другу помогают. Большая семья. Представляете, как обрабатывать надо, когда уже молодые все. Тебя отработают, они – сколько хочешь сделать? Так. Итак, мы изучили первую диалектическую категорию до конца. Почему? А потому что больше нечего о ней сказать, кроме того, что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И это надо сказать одним выражением. Это движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. Движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие называется становлением. Что теперь нужно делать? Вот, правильно. А не так, что… А так я могу сказать, а теперь я перейду к… Нет, как это я перейду? Что значит, я перейду? Это не диалектический способ движения, да? А теперь я обязан, как раскрывающий эту проблему, обратиться к становлению и начать его изучать. Вот давайте его рассмотрим, это становление. Значит, обратите внимание, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Значит, разность бытия и ничто в становлении исчезает. Ну, правильно? Если бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, значит, их разность, то обстоятельство, что они разные, исчезает. Все осознали это. Беда. А почему беда? А потому, что становление есть только благодаря этой разности. Вывод? Значит, становление тоже исчезает. И все добытое нашим непосильным трудом. Уже 45 минут идет лекция. Все исчезло. С чем я вас и поздравляю. Еще раз повторяю. Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Все согласны с этим? Что если они не были бы разные, о каком переходе можно было бы говорить? Бытие в бытие переходит? Ничто в ничто, вот только благодаря разности имеет место этот переход бытия в ничто, а ничто в бытие. Но это разность становлений. Исчезает. Почему исчезает? Потому что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Вот эта разность исчезает. Значит, становление исчезает. Непреложный вывод. Обратите внимание на соотношение диалектической логики и формальной. Эти выводы делаются формально- логически. Правильно? Строго совершенно. Ну, что тут непонятно? Но если одно переходит в другое, а другое – то их разность исчезает. Всё. Значит, исчезает и становление, которое есть благодаря их этой разности. Исчезло оно. А что значит исчезло? Надо подумать, что такое исчезание и становление. То есть, не отбрасывайте эту мысль правильную, а вы думаете, какие-то соображения есть по поводу того, что такое исчезание и становление? Оно снялось, снятие произошло. Ну, тут вы и так много знаете. Это мы потом узнаем, что такое снятие. Вы слишком много знаете. Ну, не было у нас вот в этом рассуждении слова «снятие» не было. Заметили? Отрицание. Что отрицание? Отрицание – становление. Да. То есть, раз оно исчезло – это его отрицание. Ну, это правильно. Только нам остаётся выяснить, а что значит отрицание и становление? Значит, становление – это было… Обратите внимание, если мы к нему ещё раз присмотримся. Беспокойное единство, быстрее ничего. Видите, я не отринул то, что вы говорили насчёт единства. Когда наступили тяжёлые времена, вот тут я к вашим мыслей прибегнул. Вот сейчас оно понадобилось. Сейчас уже понадобилось. Что это было беспокойное единство. Только я не на единстве настаивал, а на том, что оно было беспокойное единство. Что такое отрицание беспокойного единства? Кто скажет? Да. Ну, это вы сразу так выпалили. А так сразу мысли, вот у меня так две, например, они рождаются. У меня обычно одна. Отрицание, значит, во-первых, отрицание… Если это единство, то это всегда… Когда говорят единство, это значит одно или два, или много. То есть, по крайней мере, не одно. Хотя вот… Единство советского народа. Это что, один человек? Единство – это что значит, что людей много? Хотя обычно как-то воспринимается слово единство, что это вот одно. Как одно? Много людей, миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов. То есть, единство – это слово, которое указывает на на многое. Ну, вот в данном случае тут два. А если это уже не два, а отрицание этих двух, значит, это что? Какое есть слово для того, чтобы получилось… Вот не это единство, которое много, а вот такое слово, чтобы оно выражало, что нету разделения на всякие вот… Единичные. А? Единичные. Как? Единичные. Ну, вы такое далеко, вы ушли вперед, единичные. Мне это значит, что такое единица. Я даже поставить вам не могу, даже если бы у нас такая была, оценка такая была, тоже не имею права, мы еще не изучили это. Значит, беспокойству противостоит? Спокойствие. Спокойствие. А единству противостоит простота. Простое. Простое – это то, которое ни из чего не состоит. Я правильно понимаю? Кто-нибудь по-другому понимает простое? Вот вы простой человек? Нет. Я чувствую, что вы не простой. То есть, отрицание беспокойного единства – это, во-первых, что-то простое, и отрицание беспокойство – это спокойствие. Значит, что мы имеем в результате отрицания становления? В результате отрицания становления мы имеем спокойную простоту. Все согласны? Обратите внимание, что я вас не убеждаю и не понуждаю, а показываю вам, что если правильно рассуждать, то мы только к таким выводам и придем. И это связано не с тем, что я по этому поводу думаю, и не с тем, что по этому поводу думает гигель. А это связано с тем, с характером этих категорий. Потому что отрицание беспокойного единства – это спокойная простота. Что нам надо делать теперь, раз это спокойная простота? Вы такое видели, такого крокодила когда-нибудь – спокойная простота? Вы имели дело с такой категорией – спокойная простота? Не имели? Вот раз вы не имели, что вы можете о ней сказать? Вот считайте, что я корреспондент, а вы слушатель Красного университета. Молодой человек, скажите, пожалуйста, вы слушатель Красного университета? Да. Ну, наверное, вы знаете, что такое спокойная красота? Что вы можете сказать о спокойной простоте? Она есть. Молодец. Все. Товарищ продемонстрировал. Что такое Красный университет? Он знает. Что если тебя спрашивают, всегда можно сказать, что вы знаете про это? Да как разница, про что? Я всегда могу. Только вы вот еще не набрались того вот той гордости, которой надо, когда вы знание. Гордиться надо знанием. Вот спросите меня, что я знаю про беспокойное единство, бытие и ничто? Про спокойную простоту. А что вы знаете про спокойную простоту? Я знаю, что она есть. Вот это, видите, вот я ответил, как профессор, а вы ответили, как плохой студент. А чего вы ответили? А то же самое. Ну, пусть сразу от вас отстанут. Пусть по решению не спрашивают. А так вот, тогда сказать, так, давайте тогда еще вопрос. Видите, как? То есть, так, значит, спокойная простота, она есть. Раз она есть, то она? Бытие. Бытие. Значит, мы имеем дело с восстановлением, которое стало спокойной простотой. Вот когда мы имеем дело с восстановлением, которое стало спокойной простотой, то это уже не становление, правильно? Вот это уже отрицание становления. И вот это отрицание становления, которое уже не становление, а отрицание этого становления, а в то же время, раз это становление, ставшее спокойной простотой, оно никуда не делось. Оно только теперь не налицо. Правда? Оно в нем. Вот становление, ставшее спокойной простотой, отрицание вот этого самого становления, называется… Оно есть, значит, бытие. Какое? У нас чистое было бытие, а у другого бытия не знали. Какое оно будет? Бытие, которое налицо сейчас. Наличное. Вот карточки у кого-нибудь есть банковские, да? Есть. А вы уверены, что в банках кто-то не лопнул? Вот у меня наличные есть. В наличные я сейчас пойду и отовариваю, а в банковской карточке… Так наличные, у вас наличные бытие, а эти деньги, они вообще добытие у банка. А у вас они, только если вот ничего там не нарушится в онлайн-банке, и когда вы приложите, тогда получится, что вы заплатили. Но это зависит уже не от вас, а от банка. Это же вы же не в стеклянной банке храните что-нибудь наличное. Сколько банков в лоб? Вот один вот гражданин. Самая большая сумма, которую вывел хозяин банка одного, но не хозяин денег, которые он вывел, потому что банки ведь привлекает заемные средства-то у кого? Ну, у всех вот. Давайте, сдавайте, мы будем платить процент. Нас сдавали там на 30 миллионов для учреждения банка, а у него было 200 миллиардов. 200 миллиардов перегнал через систему банковской связи за границу, взял билет и улетел на самолете. И все? И что думаете про эти деньги? Ничего, все, на этом все. Они есть, да, но только не у тех, кто их принес в этот банк. Вот и все, они в бытие. Так, вот смотрите, что получилось. То есть, становление, ставшее спокойной простотой – это бытие, а какое? Наличное. Так вот мы и называем – наличное бытие. Хорошая категория. То есть, иногда говорят, как сложно сказать. А как еще, вот как проще сказать-то? Есть и на лицо. Вот, например, желудок у меня есть, но все видят, что он не на лицо. Вернее, вы его не видите, значит, он не на лицо. А если это мы увидим у кого-нибудь на лицо желудок, надо срочно вызывать скорую. Ну, я надеюсь, что этого не будет сегодня. До этого дела не дойдет. То есть, не обязательно ведь на лицо есть, правда? Наличное бытие. У всех есть сердце. Мы знаем, что оно бьется, но это не значит, что мы… Это можно, конечно, посмотреть там с помощью соответствующего прибора, но оно не на лицо у нас сердце. Налицо у нас лицо. И наличники, которые вывешиваются, они на лицо. А если они внутри, то это не наличники. Правильно какие-то такие вот шторы для того, чтобы закрывать окно изнутри, никак наличниками не назовешь. Наличное бытие. Вот. Теперь какая задача стоит перед нами дальше? А дальше перед нами стоит задача изучения этого наличного бытия. А как надо изучать наличное бытие? Вот как вот я бы стал вас изучать? Что бы я сделал? Как вы думаете? Я бы спросил, откуда вы пришли? Где вы работаете? Когда родились? То есть, что я стал бы изучать? Пошел бы назад в вашем развитии. Правильно? Почему берут? Характеристика. Вы раньше брали с места. А сейчас резюме. Пишите резюме. Про сами, про себя. Я прочитаю, нам такой не нужен. Или вы будете рассказывать, откуда вы взялись-то и сюда пришли. То есть, если вы изучаете наличное бытие, то вам нужно вернуться к тому, что это дело было так. Было чистое бытие. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот получилось наличное бытие. Правильно? Вот вся история этого наличного бытия, она входит в понятие наличного бытия? Вся. Вывод. Навсегда этот вывод. Все категории науки, логики представляют собой цепочку категорий от чистого бытия до этой. Вот если вы берете какую-то категорию третьего тома, вам рассказать про цель. Ну, слушайте. Берем чистое бытие. А дальше вы сами читайте уже. И дочитайте до этого, вот и будет вам про цель. Потому что всё нужно, всё, чтобы понять, надо понять его развитие. От простого к чему? К сложному. Что такое сложное? Сложное из простых. А что такое простое? Ни сложное, ни из чего. Вот и всё. Всякое движение или движение от простого к сложному. А у нас движение дошло до перерыва. После перерыва начнутся ответы на вопросы. Десять минут. Ну, так немного. Три тысячи экземпляров. Тираж. На весь Питер? Не на Питер, а на Россию. Но, но у них такой порядок. До ста тысяч договор. То есть, если люди заказывают, пожалуйста, заказывайте и вам пришлют. Ну, ты что, возьмут, напечатают и делают? Это же коммерческая организация. На борьбе классов можно делать деньги. Вот перед этим книжка вышла «Коммунизм», «Актуальный марксинизм». Просто книгу показаешь. А? Книгу. Пожалуйста. Посмотрите. А что значит до ста тысяч? Это значит, что они, если есть спрос, то будут ещё допечатывать тираж, сколько надо. Вот «Диалектика. Ключ к истине» было 3,5 тысячи. Потом ещё напечатали 3,5 тысячи. Потом ещё напечатали 3,5 тысячи. Вы, кстати, её не найти. Мне, по крайней мере, не получится. В магазинах у вас, да, конечно, везде. В буквоеде везде. Для «Диалектика. Ключ к истине». А вот ваша книга с Федоковой 2005 года. Её можно только по ректорной форме прочитать. То есть, я не... Она есть, она есть вот там, где откроешь сайт фонда «Рабочего времени», написано «Коллективные договора». Раз туда. И там она есть. Ну, вы, наверное, на сайте «Московского отделения» нашёл постановку 2005 года. Я хотел спросить, Боля Руба, есть издание переработки? Нет, нету. Они не изменились? Они всё время меняются. Наскорято, да? Ну, не в них вся соль. Их просто очень много. Вот просто видно, иногда люди останавливаются за этих всяких бумаг. Ну, там и даты комиссии, там всё-всё-всё. Да. Ну, вы, так сказать, на них посмотрите и увидите, что ничего особенного страшного там нет. Просто надо понять, какой стиль у этих самых бюрократических документов. Всегда должны быть подписи, всегда должно быть название. Формальности, закорючивать. А какие формальности там особенные? Ну, что вы там про них можете сказать? Какие требования к документам? Никаких особенных требований-то и нет. Во-первых, первое требование, знаете, какое-то? Чтобы он был. Вы уверены, что их считают? Никто их не считает. Вот если он у вас есть, всё, кладите, никто читать не будет. Вот если его нет, вас никуда не допустят. Всё, до свидания. Всё, вы не прошли, до свидания. Не забывайте, что первое – это бытие. Но если вы совсем чистый лист подпишете, это нехорошо. Да, когда работодатель в районный, не в районный, городской или выше суд подаёт о незаконности забастовки, они эти документы не разбирают, не смотрят, там к запятым не цепляют? Это должен смотреть работодатель. Вот если работодатель к чему-то придерётся, он это запишет в заявление. А вы будете говорить, что это всё правильно и хорошо. И всё. А потом, тоже Федотов рассказывает, что наш городской суд обычно становится на сторону работодателя. А когда это подаётся в Верховный суд, обычно отменяют решение городского суда. Ну, как-то они там… Потому что там мало птиц долетает до середины Днепра, поэтому там можно демонстрировать, что мы за трудящихся, мы за рабочих. Ну, если вы доберётесь до Верховного суда, это надо писать, туда поехать. Это, значит, люди, которые их могут командировать в профсоюз. Там же не так просто это всё сделать. Так у нас сегодня 13-е. То есть там ничего особенного в этих документах нет, но надо просто знать, какие документы есть. Вот, например, нужен документ, что вы в муниципальные образования ходили, и что они поставлены в известность. Бумажечка. Бумажечка может или от них. А если они не расписались? То что надо сделать? Заказные письма. А? Заказные письма по почте. Чего? Заказные письма по почте. Составить акт о том, что… Составить акт. Ну, вы втроём должны приходить. Втроём вообще лучше ходить по ночам. Втроём приходите. Раз, и акт составили тут же. Акт умеете составлять? Про меня. Составьте акт. Сейчас что вы составили? Напишите. Настоящий акт составлен о том, что лекцию сегодня проводил Михаил Васильевич Паков. Зачем вы будете лекцию, не лекцию, вы не знаете? Вы акт составили, что за столом сидит, и всё. Я тут присутствовал. Потом вы мне приносите, чтобы я подписал. Да, вы подписали втроём. Вот вы распишитесь, чтобы вы ознакомлены. Я что делаю? Отказываюсь? Отказываюсь. А вы что делаете? Составлять акт. Да не надо составлять. На этом же акте пишите. Гражданин, который не представился, сидел вот за столом. Вы же не спрашиваете, не знаете, кто я. Подписать. В настоящее акт оказался. Всё, вам больше ничего не надо. Не требуется? Не требуется. Вот у нас только что Иван Михайлович приходил, и он мне звонил тут на днях. У него директор требовал, чтобы он объяснительную дал. Я и мой коллега, мы ему сказали, ни в коем случае. Вот, Иван, конечно, не дал никакой объяснительной. Требует от работника объяснительную. Раз вы объяснительную дали, всё достаточно, чтобы вам можно было объявить выговор. А нет объяснительной, помню, никто не объявит. И всё. А раз нет объяснительной, ничего нету. Ничего нету. Дескать, он там опоздал. Где доказательства какие-то? Нету ничего в деле. Как можно без всякого дела? Поэтому вот думают, о, чистое бытие. Чистое бытие – это великая категория. Нету данных. Более того, сейчас он, это уже вообще юмор. Написал после этого приказ. Вот Иван Михайлович так и сделал, другим объяснил. Никто никаких объяснительных не подал. А в прокуратуру они написали. Пожаловались. Пытаются штрафовать за опоздание на работу. В итоге написал директор, что можно задержаться на 15 минут, но тогда надо 8 часов проработать. Красота. А единственный, кто написал, трухнул. Ну, ему в игру лепили. Естественно. И все. Нет, бытие – это самая простая. Это самая категория, которая содержит в себе все. Вот чем категория проще, тем больше в нее входит. Правильно? Все ведь бытие. Все бытие. Все. Это обо всем. А иногда и нужно решается вопрос, быть или не быть. Вот вопрос. Это что, маленький вопрос? Быть или не быть. Вам это не важно? Вот вам быть или не быть? Ага, так вот, там-то и дело. А думаю, ну подумаешь, там чистое бытие. Ну, чистое, чтобы его не запачкали всяким другим содержанием. Разберитесь вы насчет бытия сначала. Нет нам обязательно какое-то бытие. Бытие стола, утюга. Вот я с Соталеров, он там пишет, он с Кантом. Да, это неважно. Есть они, где-то они есть, у вас такого другого. Соталеров, правильно? Так вот, это самое издательство сейчас. Оно действует так. Вот они, это тупичок Гоблина в серии. Значит, поскольку раскрученные, так сказать, люди идут. Вот, там Дмитрий Юрьевичем, это публикация с портретом. Их берут. Берут в том числе, потому что это там из тупичка пучку Гоблина и так далее. Ну, а те, значит, соответственно, стригут деньги. Вы еще раз наберете, если разберут вот эту классовую борьбу, чего-то, говорит, мало разбирают. Издательство заинтересовано, что про классовую борьбу все разобрали. Разобрали. Они еще напечатают 3 тысячи. Еще разберут, еще напечатают. Пока не будет 100 тысяч. На 100 тысяч остановится. Там надо специальное решение, второе. А тут и решения никакого не надо. Просто отпечатайте еще. Все есть. Все эти самые матрицы и так далее. А я вот, скажем, книжку свою, которую я долго-долго писал, эту специальную диалектику, и долго с ней мучился, с изданием. Ну, 500 штук я издал, и все. Больше, да, немыслимо. Это 100 тысяч я потратил. И у меня 100 тысяч не было. У меня коллега мой дал еще 25 тысяч. Я их долго-долго собирал. И все. А тут нам гонорар выплатили. Эту книгу. Хотите, говорит, книгами берите. Хотите, деньгами. Ну, небольшой гонорар, но все равно выплатили. За классовую борьбу гонорару получить, это же сила. Дело не в гонораре, а за что есть? За классовую борьбу. Не только и приборочные. А? Не только издательство. Конечно, а еще гонорар. Так они забирают у людей, а частично автора дают. Ну, у нас какие сейчас террори? 100 штук? 50 штук? Ничего, ничего. Вузовские работники, что могут издать на свою зарплату? Ничего? У меня родственники вопросы задают в Красный университет. Услышали про фамилию Платошкина в одной из прошлых лекций. И хотят узнать, что с ним не так. А ничего с ним? Ничто он собой не представляет? Что он политический деятель. Он вроде как позиционирует себя. Я просто вообще не знаю, кто это. Но моя семья, они очень интересуются. Ну, он выступает по разным вопросам. Он последовательным марксистом не является. Он что-то говорит правильное, что-то говорит неправильное. Он связан с КПРФ. КПРФ признает диктатуру Полькредита? Нет. Значит, КПРФ в целом марксистская партия? Нет. Платошкин связывается с марксистами или с не марксистами? С не марксистами. Ну, вот и все. А с не марксистами, те, кто не марксисты, легко общаются. Ну, люди-то обыватели. Я даже не говорю, что это плохое об обывателе. Ну, чтобы стать марксистом, надо вот подняться, учиться. А так, если человек не изучил марксизм, мы живем в буржуазном обществе. Какие у меня должны быть идеи, если я сам не переработал, так сказать, какие-то мысли в своей голове? Какие должны быть у меня? Ну, буржуазные должны быть. Они же везде же кругом. Мы в школе, в УЗИ, везде дается. Это везде льется, это буржуазные. Везде по телевизору, по всем средствам массовой информации, в интернете, в газетах. То есть, нам никто не запрещает. Пожалуйста, вот, изучайте. Ну, это вы понимаете, чтобы для того, чтобы выработать марксистское мировоззрение, надо этим специально заниматься. Собственно, даже если построить дом, тоже надо этим специально заниматься. И вообще, если суп надо заварить, тоже надо специально заниматься. То есть, сам вот он не входит вот так в марксизм. Что просто раз, я вот марксист, потому что я захотел. Так не получается. Поэтому вышел какой-нибудь Платошкин и объявил себя марксистом. Ну, это смешно. То есть, каких-то, вот, например, столкновений у нас с ним нет, нет почвы. Потому что этот вот директор так называемого совхоза. Грудиня, да. Ну, это же жулик просто. Потому что там никакой не совхоз. А там закрытое акционерное общество. Закрытое акционерное. У него 55%. Он капиталист. Крупный причем. Теперь этот самый... А название? Какое хотите выбирайте. Нету в гражданском кодексе ограничений. Хотите имени Ленина. Можете Маркса. Можете Гегеля. Что хотите там? Можете Маркса, Энгельса и Ленина. Все, что хотите. Вот государственный газетный комплекс, где у нас «Народная правда» назывался полностью так. По ордену Ленина и ордену Октябрьской резервисы. ОАО. Государственный газетный комплекс. Он закрылся сейчас. А вот назывался так. На Ленинском. На Ленинском. Его закрыли. Заразорили его. Но назывался он так. Никто не мешает называть. Называйте. Он говорит «Совхоз, совхоз». Теперь раз. Значит, мы, говорит, мы даже дивиденды не платим. Это что означает? То есть он оформляет всю прибавочную стоимость как свою зарплату. То есть вот если вы вот у меня в этом самом ЗАО, да, я собрал. Вот сейчас сидят тут ЗАО. Так, ну что, дорогие участники, у меня 55%. Так? Поэтому голосуем. Кто за то, чтобы дивиденды не платить? 55%. Вы можете не голосовать. Вы же знаете, что у меня 55%. Ну все, никто и не дергается. Все, не будет вам ничего. То есть вы денежки свои сдали. Или там земельные пои сдали. И все. Мне только нужно свою прибавочную стоимость назвать зарплатой. А дальше я делю эту зарплату на всех. И получается что? 70 тысяч. Делю. В каком смысле на всех? Я делю не зарплату между ними, не распределяю. А просто на количество людей в этом ЗАО. И получается много. Ну а у кого эти деньги? У Городинина. Вот он и не знает уже. И туда уже запихнул. И сюда запихнул. И туда за границу, и сюда за границу. И до сих пор никак не может этих пересчитать. Значит, у нас наступил час ответа на вопросы. Вернее, не час, а уже у нас 45 минут остается. Приоритет отдается тем вопросам, которые посвящены сегодняшней теме. Все остальные вопросы, после того, как уже исчерпаются вопросы по этой теме, тогда, если останется время, на любые другие вопросы. А пока, прошу, если есть вопросы по учению об ИСИИ, задавайте. Слушаю вас. Вот не бывает отрицания без снятия, снятие отрицания... Не бывает отрицания без удержания, а снятие – это отрицание с удержанием. И то есть, как будто они друг друга дублируют эти два понятия. Зачем? Два понятия, которые друг друга дублируют. А у вас когда вот? Владимир. А? Владимир. А в отчество? Владимир Валентинович. Владимир Валентинович. Вот эти два понятия, они дублируют тоже. Можно Владимир, но мне удобнее вам Владимиру Валентиновичу сказать. Ну и все. Можно сказать отрицание, но не все понимают, что отрицание на самом деле, всякое идеалектическое отрицание – всегда снятие. Потому что если это отрицание идеалектическое, оно не отрицание, не уничтожение того, что отрицается, а оно здесь включает в себя то, что отрицается. Вот если я вас отталкиваю, значит, если обо мне речь, это входит в мою историю. Ну вот, поэтому отрицание – всегда снятие. Поэтому, если есть отрицание, то есть снятие, но поскольку не все это понимают, то мы еще подчеркиваем, что диалектическое отрицание – всегда снятие, и всегда оно есть отрицание с удержанием. Чего? С удержанием того, что отрицается. Но вы не желудок? Значит, вы отрицаете, что вы желудок? Значит, желудок у вас есть? А можно было сделать желудок, раз вы отрицаете то, что у вас? И не стало желудка. И так быстро я сделал операцию. То есть, это же отрицание, что вы не стул. Опять идет речь. Это же отрицание. Но если я сказал не стул, значит, стул в нашем разговоре уже появился в отрицании, но он есть в нашем разговоре. То есть, речь о вас и о стуле, а не просто о вас. То есть, всякое отрицание, всякое отталкивание содержит в себе то, что отталкивается. Вот пример приводит Гегель. Он тоже хочет популярно как-то объяснить, что для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Ну, или вы представляете борцов греко-римского стиля? Что они делают? Вот они выходят. Бороцеры выходят. Что они делают? Первое, что они делают – обнимаются. Это же удержание. А как называется? Вот я занимался борьбой самбо в университете. И даже чемпионом был в университете. Но поскольку, чтобы не похвалиться, по третьему разряду только. На второй разряд сразу меня все побили, и я больше уже не занимался самбо. Вот. Там есть удержание. То есть, вот вы повалили соперника и удерживаете его. Это и есть удержание. Ну, всякое отрицание удерживает то, что отрицает. Не бывает, как… Если я его отрицаю, так он же есть в этом отрицании. Потому что, если я другого человека отрицаю, то значит, что он есть в этом. А вы уже все туда… Вас уже нет в рассмотрении даже, нет. В отрицании это вы были. А если я не о вас говорю, так и вас и нет как бы в голове. Поэтому не надо недооценивать отрицание. Отрицание всегда – что-то созидание какое. Вот социалистическая революция – это отрицание капитализма. Что, отрицание капитализма – это что, это бессодержательное, что ли, дело? Содержится капитализм там. Рабочий, когда… Рабочий класс возник, когда? После социалистической революции или до социалистической революции? До. До. Так, а общественный характер производства, без которого ни о каком социализме и речи не может быть, когда возник? До социалистической революции или после социалистической революции? А вот только общественную собственность можно создать. Только тогда, когда есть рабочий класс, который встал у власти, и когда есть общественный характер производства. И когда вы имеете дело, Можете создать единую монополию, но обращенную на пользу всего народа. Вы монополию отрицаете капиталистическую? Отрицаете. Как? Вот как я сейчас сказал. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. Вот Марс, Энгельс, Ленин писали о социализме. Так это научный социализм. Он ничего не придумывает. Он выводит из того строя, который был. Из капитализма. Ну вот вы как к капитализму относитесь? Плохо или хорошо? Преимущественно плохо. А мама у вас есть? Да. Вы к ней хорошо относитесь? Преимущественно хорошо. Кончивает я. А почему к капитализму не относитесь так? Тоже преимущественно хорошо. Ну кто? Откуда взялся социализм-то в СССР? Откуда он взялся? Без капитализма бы не взялся. Из капитализма же? Ну да. Ну так капитализм – это мама же коммунизма. А что к маме так вы плохо относитесь? Понятно, что в коммунизме есть отрицание капитализма. Но отрицание – это отрицание только всегда снятие. Всегда снятие. И мы должны видеть, что то, что достигнуто было при капитализме – это и восстание декабристов, и путешествие с Петербургом в Москву, и произведение Пушкина и Лермонтова. А, а они при капитализме писали? А они при феодализме писали. Вообще реакционеры. Да? Так что ли? Они в этом отрицании содержатся все. Так как вы можете еще отрицать капитализм? Или что-нибудь ломать надо? Что вот Таврический дворец, если он при Екатерине был построен, а подарил его Потемкину, это что, сломать его, что ли, нужно? Ну, мы же отрицаем, что он подарен Потемкину. В том смысле, что сейчас. То там был конгресс комментарий, наверное, Ленин проводил. Коммунистического интернационала. Очень даже было. Это было отрицание того, что этот дворец подарен фавориту. Отрицание. Ну, созидательное. Созидательное. Признание того, что это высокое творение, достойное того, чтобы провести конгресс коммунистического интернационала, международного союза коммунистов. Правда? Или вам Исаакиевский собор. Это же такое творение. Ух, кто вы делали их? При каком строе? Опять при феодализме? При капитализме мало чего хорошего построить. Больше при феодализме. Так что это относится, конечно, и к капитализму тоже, ко всему. Вот Пак Ленин прямо и пишет. Единое капиталистическое монополие. Но обращенное на пользу всего народа. И потому переставшее быть капиталистической монополией. А сначала бы социализм. Тогда это вот учение о социализме не есть. Выдумка такая. Вот сидят в Красном университете и выдумывают. Нам захотелось социализма. Любители социализма пришли. Кружок, понимаешь, любителей социализма, коммунизма. Ну, так и тогда представления у нас любительские. А мы не любители. Мы просто понимаем, что это, так сказать, непреложный вывод. Или там пишет Маяковский в поэме Владимира Вечтинского капитализма. В молодые годы был ничего, деловой парнишка. Спора работал. Не боялся тогда, что у него от работ засолится манишка. А потом он обдрюзг и обдряб. И лег в истории на пути в мир, как в свою кровать. Его не объехать, не обойти. Единственный выход – взорвать. Ну, это же, так сказать, вот художественно изложенные истории возникновения и падения капитализма. И то есть нам нужно сжиться, свыкнуться с правильным пониманием отрицания. И отрицание – это всякое созидание, это отрицание предыдущего. Вот, например, ребенок. Он, когда рождается, что он может? Он голову может держать? Нет. Не может. И вот, так сказать, все это стараются родители. Это мы бабушка с дедушкой живем, где голова-то как-то. Вот он тоже бодро так держит голову. Это же отрицание того, что он не может. Так, потом он лежит, значит, только на спине. И как вот есть такие жуки, которые, если уж на спину упали, все. А есть другие жуки, которые распрыгают, встали. И этот жучок все время там шевелится. Потом смотришь, он уже на животе. Он умел этого делать? Не умел. Он умел лежать на спине. Значит, это отрицание произошло. Отрицание. Потом он раз, отталкивается и пошел назад. Он вперед не ходит сначала, я назад. И так. Да? Ну, так он и вообще не мог двигаться. А теперь он перемещается. Но он понимает, что ему надо пойти вперед. Что для того, чтобы пойти вперед, что нужно ему сделать? Назад пойти. Потому что вперед у него сразу никак не получится. Он инстинктивно, вот назад. Потом, глядишь, уже они бегают. Потом никто не хочет как-никак ходить. Потому что так здорово на четвереньках бегают, что им вообще-то не надо. Надо только взрослым. Ну, наконец, он вот встает, шатается. Он же все время. Это вот взрослые перестают учиться. Это вот я вас приветствую, как всех людей, которые сейчас так же, как и дети, постоянно творчески себя обновляют. Потому что вот это же приятное чувство, что начинаешь это вот в своей голове получать новое и развиваешься на глазах у себя. И у своих родственников, у своих родителей. У своих, так сказать, знакомых и так далее. Почему? Потому что в самом деле, ну, скажем, что такое чемпионка мира по прыжкам в высоту Елены Есенбаева? 28 мировых рекордов. Она все время отрицает то мировое достижение, которое она же и поставила. И выходит за свой предел. Ну, это я уже даже следующую категорию затронул. Выходит все время за свой предел. А есть люди, которые не выходят за свой предел. Как они называются? Ограниченные люди. Ну, вот здесь пришли люди, которые все время выходят за свой предел. Они не наставят на том, что я знаю и все, только это. Они говорят, я и это уже знаю. И так дальше, дальше, дальше мы идем. Так, вопрос еще? У меня вопрос. Да. Я немножко не поняла все-таки разницу между чистым бытием и просто бытием. Потому что то, что я читала сама у Гегеля, я там только про чистое поняла. Что чистое бытие и чистое ничто друг в друге. Вот если я могу что-то про вас сказать, кроме того, что вы есть, это уже не чистое бытие будет. Вот вы слушательница Красного университета. Это точно не чистое бытие. Правильно? Если я скажу, что вы есть, вот это чистое бытие, если все, все и больше ничего не скажу. Вот если только это, чистое бытие, это категория для обозначения только самого бытия. Ничего сюда не прибавляет. Это разве мало вам? Для вас важно, что вы есть или нет? Важно. Или вам вот сразу надо, я вот в таком платье, с такой прической. Это все хорошо, и платье, и прическа, и брошка, все это очень хорошо. Но то, что вы есть, это важнее же? Да. Вот давайте это выделим, то, что самым важным, что вы есть, и отдадим этому должное. Этому посвящена категория чистого бытия. Вот вы есть, это же хорошо? А то вдруг есть, есть, и вдруг нету. Это плохо же, это ужас, кошмар. Что тогда, все остальное, тогда все пропадает. Поэтому это крупные категории. Это на самом деле самая богатая категория. Она выглядит, как самая бедная. Чем проще категория, тем больше она обнимает. Категория бытия, что не обнимает. Что не подпадает под категорию бытия. Скажите, пожалуйста. Ничто. Все попадает. Раз все попадает, о чем у вас была сегодня лекция? Обо всем. В целом. Обо всем. И что вы об этом знаете? Все. Что оно есть. Не про это, не все вы знаете. А вот у вас правильный ответ. То, что оно есть. Еще мало, что ли? Я знаю, что оно есть. Я студентам, например, так объясняю. Вы хотите вот насчет экзамена, говорю, я вам не гарантирую. На зачет вот один вопрос. Вы приходите. Я вам задаю вопрос. А что вы знаете об этом? И накрутил. А он мне отвечает. Я знаю, что оно есть. А еще. А мы договорились, один вопрос. И все. И зачет. Ну, уж это-то можно выяснить. Это очень много. Ну, есть у вас еда. Нет у вас еды. Есть у вас зарплата. Нет у вас зарплата. Есть у вас работа. Нет у вас работы. Есть у вас знания. Нет у вас знаний. Есть у вас родственники. Нет родственников. Ну, это же все вопросы бытия. Почему? Быть или не быть. Это же коренной вопрос. Мы поставили коренной вопрос. И люди так презрительно к этому относятся. Ох, подумаешь, у вас чистое бытие. Так чистое, оно очищено от всякой конкретизации. А что само по себе? Оно без конкретизации не имеет никакого значения. Вот человек. Это же не чистое бытие, это же человек. Но это тоже звучит гордо. Только человек. Нет, скажите, какой человек, иначе гордо не звучит. Человек звучит гордо. Но и обытие еще более гордо. Оно перестает быть чистым после отрицания, после того, как оно перешло в ничто и обратно. Как только вы что-то про него еще скажете, это будет отрицание того, что оно чистое. А, все. Хоть что-нибудь про него, хоть заикнетесь про него. Я, и все, и все пропало. Вы уже не чистое бытие. Понятно. Диана, там, наверное, есть у нас товарищи, которые за рамками. Вопрос от Дмитрия. Значит ли тогда, что разрушение СССР, есть отрицание, и оно созидательное? Ну, это значит, что, конечно, это разрушение СССР. А созидание состоит в том, что некоторые люди, теперь, наконец, поняли, что если вы не будете изучать маркизм, ленинизм, то ваш этот новый СССР, который вы хотите построить, не будет прочным. Потому что для того, чтобы что-то сохранить, недостаточно, чтобы некоторые люди, как товарищ Сталин, понимали, как оно устроено. А если другие этого не понимают, они не смогут даже сохранить такое большое богатство, которое у нас было. Так, еще сейчас. Всякое отрицание будет созидательным. При всяком отрицании что-то созидается. Действительно ли Гегель Бога называл чистым, самым чистым бытием? Что-что? Действительно называл ли Гегель Бога самым чистым бытием? Нет. Нет. У него в науке логики бытие никак с Богом не связано. Это уже к трактовке. Во всей его системе началами являются нечистые бытия. Во всей его гегельской системе, и не Бог у него, кстати, а у него абсолютная идея. И она у него в начале и в конце. А в науке логики она только в конце. В науке логики он начинает с чистого. Это вы очень легко проверить. Может, тут берете вы науку логики, у кого есть, и начинаете листать, или смотреть оглавление. В начале стоит чистый бытие, а что в конце стоит? Абсолютная идея. Значит, вот движение логическое, которое идет, диалектическое движение в этой книге, чистого бытия в абсолютную идею. А вот если вы возьмете всю философскую систему Гегеля, да, там абсолютная идея в начале, абсолютная идея в конце. То есть, абсолютная идея, как пустая в начале, и как она наполненная в конце. Но вот у него эта система-то не получилась. Ее раскритиковали, тот же Фейербахт. А вот эту часть ее невозможно раскритиковать, потому что она представляет собой завоевание человечества. Ее можно истолковать материалистически. Она допускает не только идеалистическую трактовку, но и материалистическую. С чего это вдруг я бытие должен считать Богом? Какой Бог в начале? Бог – это сложная же конструкция. Я не знаю, что такое Бог. Что такое бытие? Вот легко объясню. Вам объяснить, что такое бытие? Бытие – это есть и все. А Бог? Это очень сложно. Так где этот Бог? Найдите там и подведите, как от чистого бытия. Вы придете вы к Богу? Не придете. Не придете вы к Богу. Но если вы будете логически, правильно рассудить. Гегель шел, шел от чистого бытия. К чему пришел? К абсолютной идее. А к Богу не пришел. А абсолютная идея – это что? Это единство идеи добра и идеи теоретической. То есть, теоретическая – это познание мира, а добро – это его преобразование. Это абсолютная идея, которая состоит в том, чтобы познавать мир и его преобразовать. Где тут Бог? Нету. Нету никакого Бога. Вот Ленин, когда читает, говорит, в этом самом идеалистическом произведении науки и логики меньше всего идеализма и больше всего материализма. Я вообще стараюсь читать его материалистически. А там особенно стараться-то и нечего. Его можно просто читать материалистически, а все то, что в примечаниях он дает, это не относится к выведению. Примечания, прибавления и прочее. Их можете пропускать, можете прочитать, можете пропустить. Если вы штудируете науколог, вы скоро быстро определите, что у него в каждой голове сначала планчик, бездоказательный. И иногда человек таращит, гладает, почему это так, а никак ты не поймешь. Потому что там нет выведения. Вообще нету. Там в начале показано так-так-так-так-так. А потом начинается разворачивание того же самого. Вы посмотрите. Поэтому я очень советую, прежде чем думать о понимании, вы сначала прочитайте. Ну, вы читайте иностранный язык, возьмете и читайте. Если знаете произношение, читайте, читайте, читайте. Это полезно. Хоть узнать эти конструкции, хоть представлять, как построены слова, как построены эти категории. Это сложное произведение. Оно требует внимания, знакомства. Ну, как вот надо все это обдумать. Ну, задачу сложную математическую, как ее решать? Да неизвестно, как ее решать. И так ее, и так ее. И с этой стороны зайдешь, и с той стороны. И так, и так. И вдруг там через... Не пройдет от двух месяцев, уже и решишь. Это обычное дело. В науке это обычное дело. Поэтому никакого чего-то особенного в наукологии. Только просто общественной науке некоторые начали считать, что это ерунда такая. Наговорили, и все. Это не... Вот наукологии это не наговорили. И, соответственно, и традиция, которая идет за Гекелем. У Маркса тоже капитал. Это не то, что Маркс наговорил. Там выводится все один том из другого. А некоторые люди пишут о каком-то четвертом томе капитала, безграмотный. Нет никакого четвертого тома капитала. Это теории прибавочной стоимости, называют некоторые, совершенно неправильно. Это те работы, которые Маркс рецензировал, и об этом писал на них рецензии. Он в порядке подготовки к капиталу описывал. Их три книжечки есть. Они так писаны, тремя книжечками тонкими. Теории прибавочной. Нет, называют четвертый том капитала. Может, пятый назовешься. А есть две рукописи еще, полностью включающие проблемы капитала. Экономическо-философская рукопись 58-59-63-64 годов. Маркс написал две рукописи, потом составил план капитала, потом стал его реализовывать. Это большая работа. Так. Да, сюда же он спрашивает. Но объяснить чистое бытие материалистически тоже не получается. Или я ошибаюсь? Не надо объяснять. Кому вы собираетесь объяснять? Товарищ хочет объяснить кому-то материалистически. Если вы материалист, понимаете, материалистически. Если вы идеалист, понимаете, идеалистически. Не надо никому объяснять. Если вы идеалист, я приветствую вас как товарищ. Если вы идеалист, я приветствую вас так же, как Гегеля приветствую. Потому что Гегель был идеалистом, и внес большой вклад в развитие диалектики. Ленин писал даже так. умный идеалист лучше глупого материалиста. Вы занимаетесь выведением категории, вы ни одной категории не вывели, вы застряли на категории чистого бытия. И вот думаете, а как это объяснить материалистически? Никак это нельзя объяснить, потому что есть две партии философии, одна материалистическая, другая идеалистическая. Маркс Энгельс, кем сначала были, идеалистами или материалистами? Как это объяснить? Как же жили в буржуазном обществе, где господствует идеализм? И они, естественно, так сказать, изначально были идеалистами. Потом они разобрались. А кто помог им разобраться в этом? Фирбах. Написал «Сущность христианства». Они потом вот критикуют, критикуют. Ну, если бы не Фирбах, они не были бы материалистами. Что он, дескать, не диалектик. Он-то не диалектик, но после Фирбаха Маркс и Энгельс перевернулись. Он говорит, мы поставили там эту диалектику Гегеля с головы на ноги. А Фирбах поставил Маркса и Энгельса с головы на ноги. Так? Поставил же с головы на ноги. Кто это сделал? Они же сами говорят, вот мы прочитали «Сущность христианства» и стали материалистами. Но другое дело, что они еще и Гегеля прочитали и стали не простыми материалистами, а идеалектическими. И потом говорят, а что же вот Фирбах-то? Мы-то вот не только перевернулись, мы дальше пошли, а вы застряли. И обоснованно критикуют Фирбаха, Маркса и Энгельса. Потому что дальше они стали развивать материализм. А Фирбах на этом и застрял, что он материалист. И все. И что? Ну давайте вот мы все, что глядим, вот все, что я вижу, это материя. И что? Еще приходите на следующую лекцию, я опять буду вам рассказывать, что все это материя. И еще приходите, я опять расскажу, что все это. И что? А мы же... Где движение категории? Где движение вперед? Так, пожалуйста. Можно ли начинать изучение науки логики с малой логики? Можно, не запрещено. Все, что не запрещено законом, то разрешено. Но изучать по малой логике труднее. Почему? Малая она, потому что в ней переходы, то есть самые ценные в диалектике, движение категории и переходы одной категории в другую, можно сказать, в науке логики большой, разжеваны до деталей, которые, ну вот, некоторые, наверное, вы видели, вот у нас сегодня как занятия проходили. Я обращал внимание, как одно из этого другого выводится. А там выведение как раз свернуто. Если вы хотите еще быстрее изучить, есть такая книга работы разных лет у Гегеля. Там он написал науку логики, это был директор Нюрнбергской гимназии. И для школьников написал, совсем короткая там. Там та же самая последовательность категорий. Чтобы люди приучались, ну, знакомые для них были категории там. Бытие, всегда бытие и так далее. Но там нельзя по ней изучать, потому что нельзя, и школьники не могут это изучить. Это уровень не тот. Но для школьников ознакомление, для ознакомления хорошо. А? Оглавление. Я чувствую, так бодро говорите, я чувствую, что оглавление вы изучили. Причем вдвоем. Хорошо. Но это очень ценно, потому что вы увидели, какое там богатство, правда? Ну, вот вы открыли сундук, а там, о-о-о, это же хорошо. Ну, а как вот я буду читать, а там даже не знаю, что там я буду читать. Так что, я действительно приветствую то, что вы сделали. Я советовал. Вы посмотрите оглавление, по крайней мере, что зачем. Чтобы не говорить, что зачем. Потому что вам нужно не знать, что зачем, а выводить из того, что перед, то, что после. Правильно? Вот в чем задача. А просто запомнить, что зачем идет. Ну, это не самое главное. Но полезное. Полезное, безусловно. Так, а еще там есть? Да, про стоимость можно? А? Про стоимость вопросов. Не по лекции, не по теме лекции. Про стоимость. Ну, может быть, по лекции еще есть вопросы? Ну, что такое качество? А? Определение качества. Качество есть первая, непосредственная определенность. Вберется, и причем определенность вообще, наверное, вы понимаете, что такое определенность, да? Выступающая, как бытие. Вот если вы эту определенность, которая является определенностью, берете, как бытие, это качество. То есть, берете не так, чем является определенность. Определенность вы определения знаете? Знаю. Давайте. Не бытие, взятое бытие. Так, что конкретно целое, имеет форму бытие. Ну, взятое, там выходит, кто-то сидит. Кто-то сидит уже, который берет это вот, а все-таки там у Гегеля это принятое бытие. А принятое, это там, может, никто и не сидит, оно просто есть. Не бытие, а принятое бытие, так что конкретно целое имеет форму бытие. Значит, определенность – это категория отрицательная, да? Ну, если я рассматриваю категорию отрицательную, она какую форму сразу принимает? Положительную. Вот качество – это определенность, но которая берется как положительная. Поэтому весь раздел, вся вот эта, вся эта первая книга может быть названа качеством его бытия. Ну, потому что вы первый раз только берете бытие безопределенности, а все остальное – это развитие его определенности, правда? То есть, качество – это определенность взятая положительно. А потом она берется, когда наличное бытие, еще и как отрицательное и положительное. Тогда это будет реальность и отрицание. Это же качество. Когда вы качество берете как наличное бытие, а в наличном бытие есть отрицание, тогда их надо взять, это же качество, и как бытие, тогда это реальность, а как небытие, тогда это отрицание. И тогда у вас реальность и отрицание. А потом вы будете доказывать, что реальность и отрицание есть одно и то же. И они в единстве с наличным бытием, и все это выражается в категории Нечто. Да, в категории нечто, хорошо. Вот, видите, у нас есть люди продвинутые. Мы с ним долго тренировались. Я ему мигну, и он скажет – нечто, и все. Но это шутка. Он сам дошел. Это говорит о том, что человек не просто, так сказать, остановился в начале. Стоит ли это изучать, если я еще и не понял? Стоит. Стоит двигаться вперед. После пятого, шестого прохода науки и логики уже будет понятнее многое. Многое совсем понятно, а многое еще не совсем. Ну, это по отношению, ну, не знаю, я не знаю, кто из какой области. Например, я математикой занимался пять лет, я матмех кончал. У нас было совершенно нормально. Ты сидишь на лекции и не понимаешь ничего. Я ходил у нас в спецкурс, читал декан Боревич Леонид Иванович. Нас следило пять человек. Сидим. Ну, я думаю, что они понимают, они, может быть, думают, что я понимаю. Ну, первую лекцию я первую половину понимал. Уже со второй половины первой лекции я уже ничего не понимал. Годовой спецкурс. Вот я читал, читал, то есть сидел, сидел. Закончился год. Ну, думаю, что делать надо, да. Следующий год опять тот же спецкурс. Я прихожу, опять сажусь. На следующий год я уже понимал, издал отличную эту самую гомологическую алгебру. А так, ну, никакую. Ну, год я просидел, ну, полный болван болваном. Ну, когда ты сидишь болваном, но при этом воспринимаешь, это тоже такой способ постепенного приобщения, усвоения, присвоения знаний. Ну, то есть, или, скажем, мы там беремся с каким-нибудь своим коллегой, с другим студентом теорему разобрать. Ну, и месяц ее разбираем. Через месяц мы уже поняли ее. А можно и не понять. То есть, это, ну, я думаю, что в физику там даже страшно заглянуть. Как посмотришь, мало того, что там математика такая сумасшедшая, там даже непривычная для математиков, но еще и физика, страшное дело просто. Ну, и люди же живут спокойно, и у нас летают, вон, смотрите, у всех телефоны. Только надо заучить просто как нажимать. Это же бытие ничто. Нажал или не нажал. Вот, что требуется от наше бытие ничто. Все. Включил, выключил. Ну, это надо, чтобы люди создали это все делали. Создали на всей… Причем, это тут какой общественный характер? Где сделано-то? В Китае, небось. Ну, а компания не обязательно китайская. Может, и американская, а может и китайская. А работали кто? Потом везли, потом кто-то продавал. Ну, наши продали, наши уже вам. Свои обогатились на это. Так, еще? Давайте там. Почему говорится, что становление исчезает, если оно находится на личном бытие? Нет еще никакого на личном бытие. На личном бытие гораздо позже. Мы не знаем никакого на личном бытие. Когда вот оно исчезнет, становление станет спокойной простотой, тогда только вот эта спокойная простота и называется наличным бытием. А вы как бы рассуждаете о том, чего нет. Это событие еще не произошло. Когда речь идет о становлении, у нас в голове какие категории? Чистое бытие, чистое ничто, бытие, ничто, становление, моменты становления, возникновение. Это переход ничто в становлении. Прихождение, переход бытия в ничто, становление. И все. Вот мы это теперь обдумываем. Обдумываем и к печальному приходим к выводу, что становление есть благодаря разности бытия и ничто, благодаря тому, что они разные. Если бы они не были разные, ну, подумайте сами, могло ли быть перехода бытия в ничто? Не могло же быть, правда? Значит, становление есть благодаря разности. Но они же друг друга переходят. Значит, раз переходит, значит, разность их становления же, в этом же самом становлении, которое вот сохраняется благодаря им, исчезает. Значит, исчезает становление. Вот когда оно исчезло, то надо понять, что не бывает бесследно ничего. Диалектика никаких бесследных исчезновений не знает. Если оно исчезло, значит, оно вышло на более высокий уровень. Раз исчезание, остановление – это что такое? Во-первых, беспокойное единство бытия – ничто – это спокойное, во-первых, единство, то есть спокойное, то есть простое. А отрицание беспокойства – это спокойствие. Значит, спокойная простота. И вот эта спокойная простота называется наличным бытием. То есть, мы от становления должны еще дойти до этого наличного бытия, до понимания того. А вопрос задается так, как будто бы они просто рядом стоят. Они рядом не стоят. В становлении есть теперь в наличном бытии. Я булочку проглотил, она у меня переваривается сейчас. Вот она, она во мне. Становление в наличном бытии. Причем налицо только бытие. А другая сторона – не бытие. Она не налицо. Но она есть? Есть где? В наличном бытии. Вот и все. Что тут непонятного? Все очень понятно. Ну, непривычно. А как привыкнуть к непривычному? Привыкать. Другого способа нет. Просто непривычно. Ну, какой мы… Сейчас на арабском, если бы я сейчас говорил, вы тоже ничего не понимали. Что страшнее? Да еще страшнее науки логики. И читать надо еще справа налево. Страшное дело. И писать снизу вверх. У меня есть вот книга, лекция по философии и истории, изданной в Иране, в Тегеране. Я как получил эту книгу, смотрел, смотрел. Что прислали такое? И там потом нашел одно слово, фамилия, имя, отчество. По-русски. На иностранном написали они. Ну, тысячи экземпляров. У меня-то гораздо меньше здесь тиража. А в Иране издаляй. Гораздо большим тиражом. Бывают такие чудеса. Так что, ну, мы о чем говорим? О сфере науки. Здесь вот то, что непривычно, непонятно. Это просто и ясно, и понятно, что, естественно, все, то, что новое, что изучается, сначала непонятно. А как это может быть по-другому? У кого есть другой взгляд на этот мир? Я думаю, если бы вам было все понятно, никто бы сюда не пришел. Да. А вот в интернете физики есть. Он лекции тоже читает по физике, чей отцов фамилия. Он на одной из лекций сказал, что человек – это существо непонимающее, а привыкающее. Вот это пересекается с тем, что вы сейчас сказали, что если вам непонятно андреалитика, вы к ней привыкаете. И то же самое вот на лекциях просидели вы тоже. Сначала нужно привыкнуть. В том числе, да. В том числе, да. То есть, надо окунуться в эту атмосферу, настроиться. Голова должна отойти от других мыслей. У вас сейчас мысли о капусте или о чистом бытии? Чистом бытии. Ну, вот, а могли быть о капусте. А как это? Ну, это же там и другие. Кто-то пойдет в магазин, кто-то еще вспомнит, что тому надо позвонить, это сделать и так далее. Недодиалектика будет. Ну, какой-то себе люди находят. Вот почему университет – это университет, а не какой-нибудь кружок. Люди собрались, там один не понимает, другой не понимает, третий не понимает, а они беседуют между собой. Нет, лектор есть, который понимает, и он рассказывает. И это еще мало. Если я буду рассказывать, то вы будете воспринимать. И будете вы потребитель знаний. И когда много знаний потребите, будете большой потребитель знаний. А у нас в университете требуется от вас, чтобы вы за счет сдавали. А вот когда вы начнете воспроизводить, то есть сами высказываете, я-то тоже здесь спрашиваю вас. Не заметили, что я вас спрашиваю? Вот когда я вас спрашиваю, вы отвечаете, вы кто, производитель знаний или потребитель? Производитель. Производитель. Вы чувствуете разницу? Чувствую. И вас спрашивают. Вот вас спросил, а он раз и ответил. Вот что самое главное. Вот этого кружки не дают. Потому что люди пытаются все разобрать просто. А тут, значит, надо воспроизвести. И форма на нас есть. Зачеты, экзамены. Хотя она для нас, для преподавателей, достаточно сложная. Но столько проверить. У нас же ведь круг не ограничивается ленинградцами. У нас приемы вот в этом году около 600 человек. И все это надо проверить будет. Так что, это нагрузка на нас большая. Но никакого другого способа подняться вот наверх нету. Другого способа. Если мы просто будем лекции читать. Ну, лекции мы читаем не в университете. Лекции, пожалуйста, вам публичный. Ролик записал. И смотрите. Хочешь – смотри. Хочешь – не смотри. Хочешь – на диване. Хочешь – что. А тут от вас… Мы же у вас за счет будем потом спрашивать. А почему? Можно сдать, можно не сдать. Угроза начинается. Ну, какая у нас угроза? Не страшная. Какая? В чем она состоит? Ну, если в этом году не сдадите. В следующем году мы снова с вами встретимся. Надо чаще встречаться. Бочкарю. У нас товарищи занимаются. И второй, и третий. И ничего плохого в этом нету. А я преподаю тоже не первый год здесь. Можешь подумать, что я это только один раз раз. Но каждый раз я должен преподавать в соответствии с тем, что требуется данной аудитории. А не той, которая была в прошлом году или будет следующим. Правда? Так. А можно вопрос о какой-нибудь бытовой пример? Любой. Того, как… Это не вопрос. Можете, пожалуйста, привести какой-нибудь бытовой пример? Тоже не вопрос. Вопрос задайте. Ну, мы договорились. У нас вопросы. Переформулируйте, чтобы был вопрос. Там, почему или как? Как выглядит в бытовой жизни переход из беспокойного единства в спокойную простоту? Ну, вы поругались, а потом помирились. Теперь у вас мир. Хороший мир лучше плохой ссоры. То есть, ссоры – это беспокойное единство? Ну, точно беспокойное. Хорошо, что они кидают друг другу какие-нибудь предметы. Иногда кидают. Ну, это вы, говорит, когда ссоритесь. Если вы ссоритесь, наверное, вы… Это дома же? Нет. Ну, дома же – это свои же ссорятся. Ну, вы же не будете сейчас вот ссориться? Сейчас вот выйдите отсюда, начнете ссориться с кем-то. Если вы, значит, начнете с ним ссориться, сейчас подойдете гражданину. Это значит, вы его за своего посчитали. А так, с чего-то вы будете ссориться? То есть, ссориться обычно кто? Муж с женой ссориться. Мать с ребенком начинает спорить. Ребенок, скорее, с матерью спорят. Не 먼저 делать. Да, ссор, это между своими. Это беспокойное единство. Дети и родители – это беспокойное единство. Это страшное беспокойное единство. Страшное дело. Будете спорить, что это беспокойное единство? Нет. Нет. будете. Все знают, что это беспокойное единство. Вы выступаете как бытие, они считают вы ничто, они правы, он считает. А вы знаете, как она едет в коляске, он вообще фон барон, а если когда они везут девочку такую, сидит там у отца, она вообще принцесса, она меньше, чем принцесса, пока она только приходили не готова жить, причем она именно принцесса, а вы там все должны ей подавать, давать и так далее, и удевать красиво. Если вы этого не делаете, такой будет крик, такой будет крик. Это беспокойное же единство? Да. А болеет чаще дети, мучается родитель, это беспокойное единство. Но единство, вы же не расстаетесь с ними или расстаетесь, если начинаете спорить? Нет. Нет, нет. Ну, слава богу. А то потом меня обвинят, скажут, что там насоветовали. Так, еще какие вопросы есть? Ну, последний вопрос. Про стоимость интересная. О, то есть, нет больше, а значит, я считаю, что вопросы были, ответы были исчерпывающими. Ну, раз нет, не поступило больше вопросов, какой вы должен сделать? Этот вопрос нужно знать. Это редкий случай, когда уже исчерпывающие. На поставленные вопросы были даны исчерпывающие ответы, что и выяснилось. Вопросов больше нет. Ну, все понимают, что впереди большая работа ума. Значит, просто никак не умется. 200 сообщений написал. Идеалист имеет такое же право на жизнь, как материалист? Нет, он право на жизнь не имеет. Жизнь не нуждается в праве. У вас, дорогой товарищ идеалист, буржуазный взгляд на мир. Что вот еще, оказывается, человек не просто рождается, а ему нужно еще право получить. Это вот буржуазные идеологи придумали такую чушь, что человек должен иметь некое право на жизнь. Он родился ни на никаком праве, он не нуждается. А если есть право на жизнь, значит, можно это право отнять. Как можно отнять это? Причем тут право? Без всякого права человек рождается. Рождается, потому что его родили. Это факт жизни самой. Это один из толпов. У него еще есть право на жилье. Вот у бомжей у всех есть право на жилье. И право на жизнь. Но поскольку жилья у них нет, и зимой бывает температура 20-30 градусов, у них право на жизнь никуда не денется. А у них просто жизнь исчезнет. Сначала у них жилье исчезло. Причем тоже не по его очень часто вине. Так сложились обстоятельства. Обманули. Столько жуликов, мошенников и так далее. А потом, значит, он замерз и умер. И все. Безработные есть у нас? Да. Это у них есть право на жизнь? Право на жизнь есть. А не на что жить? Безработные тоже не получают зарплату. Но есть у нас пособие. Сколько времени пособие платится? Год? Если за год вы не устроились на работу? Три месяца. Три месяца. Нет, ну на бирже вы встали. На бирже три месяца сейчас. Три месяца уже? Да, его сократили. Заботи поувеличили. Но три месяца. Хорошо, это прогресс. Значит, я не в курсе дела. Значит, четвертый месяц у вас право на жизнь есть, а жизни уже нет. Ну, если я не получаю никакого, ничего нету и не устроился. Ну, так вот получается, что люди просто переходят из безработающих к безработным. А так, если вот человек безработный и никуда не перешел, у него средств для существования нет, значит, жизнь его кончается. И что про этих, кто помнит людей, которые… У них уже, поскольку они бомжи, у них паспорта уже забрали, на него зарегистрировали фирмы. Так, у них паспорта нет. Их… Можете посмотреть, как их хоронят. Заворачивает полиэтилен. Государство хоронит черные трупы. Вместе с правом на жизнь. Право на жизнь. Так что это вот товарищ, который вы сказали, неугомонный. Он неугомонный в пропаганде буржазной идеологии в данном случае. Идеалистический взгляд. А у нас взгляд материалистический. Чтобы жить, надо иметь средства для жизни. А средства для жизни, они добываются трудом. Поэтому мы отставим всеобщность труда. Ликвидацию, соответственно, безработицы. Никак вы ее не ликвидируете, пока есть капитализм. Потому что, вы что думаете, глупые капиталисты? Они не могут посчитать, сколько рабочих мест надо, чтобы все были… Саня, так нет, если я сделаю столько рабочих мест, сколько у вас есть, так вы же тогда будете зарплату требовать большую. Я сделаю их поменьше. На 5%. И тогда вы будете требовать. Вот вы их будете требовать. Вот. Его возьмем. Он будет требовать. Его возьмем. И все. Так и делается. Поэтому нет ни одной страны капиталистической, где бы не было безработицы. Специально делается так, чтобы это были гирями на ногах рабочего класса. Гири, которые его не дают ему, так сказать, отстоять свои интересы. Спасибо за внимание. Желаю вам успешного изучения диалектики Гегеля по фундаментальному труду наукологики. Спасибо большое. Спасибо.